приветствую вас на третьей части курса nail photo на этом уроке мы будем говорить о оборудовании для фотографии разберем аксессуары все принадлежности которые нам понадобятся для создания красивой фотографии а также мы поговорим о референсам разберем что это такое и работа с референсами и мы будем практиковать я буду показывать пример на видео это работа с предметной съемкой и работа с моделями как именно мы фотографируем ручки клиентов рассмотрим фотофоны вы можете использовать уже готовые фото фон и это могут быть бетонные фотофоны как показал на видео вы можете найти их инстаграме через поиск или это могут быть бумажные фотофоны например уже распечатанные в кофе-центре да по вашему запросу и не обязательно использовать конкретно фотофон и вы можете использовать обычную белую бумагу либо дизайнерскую бумагу из магазинов канцелярии все что будет под рукой это однажды вам может пригодиться аксессуары я приобретала в магазинах которые продают товары для декора например магазин epicenter юск и многие другие или магазин икея все что мы видим на экране я покупала в этих магазинах а также хочу напомнить что я буду очень благодарна за вашу обратную связь в любом виде ваше мнение впечатления курсе насколько он был полезен или возможно у вас останутся вопросы с радостью отвечу каждому из вас это могут быть сообщением директ или личные сообщения в мессенджере как вам будет удобно я буду рада получить такую обратную связь аксессуары вы можете покупать еще в цветочных магазинах и не обязательно покупать некоторые вещи я находила прямо в лесу и забирала для своих будущих фотографий например кусочек коры или камень с берега моря вот такие веточки и листочки которые показаны на экране я покупала в цветочном магазине это аксессуары для букетов их отдельно можно приобрести мы можем использовать аксессуары клиенты для фотографий но если их нет у вас могут быть в арсенале вот такие кольца я отдельно заказывала набор колец вы можете приобрести также дополнительно кольца золотого цвета и уже под фотографии подбирать вот такая золотая цепочка есть у меня много фотографий с ней тоже были у меня в аккаунте макро объективы нам тоже пригодятся на скринах я показала магазины я покупала магазине технахол и как пример другой магазин их можно использовать и для видео и для фотографий подробнее говорила в первой части этого курса в этом же магазине я купила кольцевую лампу который можно использовать как штатив это два в одном лампа и кольцевая и штатив ее можно регулировать и снимать мастер-классы или делать фотографии для своего аккаунта. Кроме такой лампы мы можем использовать лампу круглый плафон или делать фотографии на дневном свету. Делать фотографии можно также с помощью фотобокса, ссылку я прикреплю на экран, вот такой фотобокс я пробный заказала на алиэкспресс. Вы по ссылке можете перейти, у него недорогая цена, но и небольшой по размерам. Вот такие фотографии я делала именно в этом фотобоксе. Он включает в себя LED-лампу, цвет нейтральный, белый, мы не можем регулировать его яркость или теплоту, а подключение по USB. Итак, мы вернемся к макро-объективам. Вот такую фотографию я делала на первый объектив, это макро. Здесь такое небольшое размытие по периметру мы видим фотографии, и следующее фото будет сделано с помощью второго объектива. Вот здесь мы видим уже более четкую картинку, он также увеличивает. Это супер макро, с ним удобно снимать видео. Только что мы наблюдали за композицией, которую я соорудила в фотобоксе. Это предметная съемка, также предметную съемку я составила уже на обычном фотофоне, только фото будем делать уже с кольцевой лампой. В качестве аксессуара добавила журнал, и когда мы делаем фото, мы регулируем свет, делаем несколько фотографий с разных ракурсов, можно добавить дополнительно декор, и немного позже покажу вам, что именно мы получили, да, какие фотографии. И тут мы уже ловим блики, ловим свет, и делаем несколько фото, из которых выбираем одну из лучших. Можно сделать небольшую коррекцию, например, в синапсиде, чтобы отрегулировать цвета. Вот теперь на видео я покажу, как выглядит наш первый макрообъектив. Мы видим, как он немного размывает края фотографии. Мы получаем такой необычный эффект. Очень красиво смотрятся фотографии ногтей, когда мы делаем фото вблизи, но такой макрообъектив мы прям близко к объекту должны подносить, поэтому видео с ним снимать будет не очень удобно. Обзорное видео такое, как я показываю на экране, мы можем снять, но если вас конкретно интересует съемка мастер-классов, с таким макрообъективом будет неудобно. Второй вариант это супер макро. Тут уже фотографии более четкие, мы можем взять более дальний план, мы можем немного далее от объекта съемки перейти и получить тоже четкую фотографию. Здесь я показываю максимально близкое расстояние и потом отдаляемся, наблюдаем, как фокусируется камера на объекте. Как видим, второй объектив передает картинку более четко и однозначно он будет намного удобнее всем, как мастер-класса. Без объектива такие фотографии мы не сможем получить, если мы будем делать фото макро путем увеличения, мы будем терять качество. Качество фотографии или видео будет значительно хуже. Здесь мы не теряем качество и смотрим максимально близко через экран. Здесь я показываю первый макрообъектив, у нас есть небольшое искажение по периметру видео или по периметру фото. И второй макрообъектив четкая картинка, дальний план будет конечно же размыт, мы фокусируемся на более близких объектах, видим, насколько четкая и красивая картинка на экране. По моему мнению, два объектива должны быть в арсенале, для того, чтобы мы смогли снимать и макро-видео, и макро-фотографии. Вдохновиться и найти множество интересных идей для фотографий вы можете с помощью приложения Pinterest. Именно здесь я покажу работу с референциями. Например, нашли вот такую фотографию в приложении и сделаем похожее фото. Именно здесь вы можете взять идею. Вот такие фотографии у нас получились, мы использовали пластину для стемпинга и небольшую скульптуру. Дальше мы подключаем фантазию и немного меняем фотографию, либо у вас уже в процессе фото, в процессе работы с референциями, это так называемый пример, по которому вы делаете фото, могут возникать различные идеи и вы их сразу же воплощаете. На примере я показала, как из референция получила множество разнообразных фотографий. И это будет небольшим домашним заданием для вас, если вы хотите отработать работу с референциями, вы можете найти также в приложении Pinterest несколько идей и попробовать их повторить. Я делала фотографии на дневном свету на фоне ватмана, на белом фоне. Иногда, если вы делаете фото просто на подоконнике, вам на задний план может попасть окно, либо какие-то элементы, поэтому лучше все-таки подготовить ватман. Как вы видели, в настройках камеры я включила сетку. Таким образом я могу размещать уже элементы в кадре, легче создать композицию, вы понимаете, в какую область, какая часть предмета попадает. И я делаю фотографии в режиме квадрата, чтобы сразу вписать их в ленту. Мы сразу видим, какой фон у нас прорисовывается вокруг наших предметов. Итак, как по примеру, как видно на экране, мы находим фотографию, я делаю яскрин на всякий случай и далее работаю с фото. Переключая свернутые приложения, я смотрю, насколько похожа моя фотография по сравнению с референцем. И даже если вы повторяете чью-то идею, фотография все равно получается уникальной, вы вносите что-то свое и один в один повторить невозможно. Таким образом вы развиваете фантазию и идеи сами будут приходить к вам. Вот еще один референс. Здесь мы видим лучики солнца, поэтому я перешла на другое окно, где попадают прямые солнечные лучи. Только что мы работали без них, был просто дневной свет. И я взяла такой же стакан, примерно такую же кисть и повторяю фотографии. Вот с нескольких ракурсов, разноплановые, вы также можете пытаться повторить примерно такую же идею, такую же фотографию сделать своими руками. Мне понравилась идея с лучами солнца и со стаканом стеклянным, поэтому я немного пытаюсь разнообразить фотографию, меняя предметы. Фотографируем уже не кисточку, а палочки апельсиновые. Ну и дальше мы запустим в ход уже разнообразные дизайны, щеточки, будем играть с лучами солнца. Такие фотографии мы используем в качестве предметных фото для нашей ленты и в качестве так называемых фото с воздухом, которыми мы разбавляем наши фотографии в ленте. Тут уже более глубоко мы разговаривали на втором уроке, и если вы не пропустили второй урок, вы понимаете, почему такие фотографии иметь в арсенале важно. Делаем еще несколько фото, я показываю слева сразу примеры, какую фотографию мы получаем, но они еще не обработаны. Где-то нужно поработать с яркостью, с тональностью, где-то поработать с температурой. Но эту цветокоррекцию, которую мы можем делать из настроек фотографий или в отдельных приложениях, мы ее будем проводить в конце этого урока. Детальнее мы разбирали обработку фото на предыдущих уроках, но я еще багажероботу сразу со свежими фотографиями здесь. Детальнее мы разбирали обработку фото на предыдущем. Мы на практике поработали с предметной съемкой, и теперь перейдем к живым ручкам модели. На практике я объясню, и мы разберем самые главные и важные правила работы с фотографией и маникюром. Первое. Руки и пальчики должны быть абсолютно расслаблены для того, чтобы наше фото смотрелось естественным. Свет это может быть дневной свет, кольцевая лампа или лампа с круглым плафоном. На данном видео я делаю работу с круглой лампой и выравниваю плафон, делаю фото с нескольких ракурсов. Также очень важно фотографировать не пальцы. Мы заходим не сильно низко относительно ногтей, а немножечко повыше. Нужно показать конкретно ногти, сам маникюр. Ракурс не прямой, а немного сбоку можем взять. Показываем блики, регулируя плафон. Работая с таким освещением, с обратной стороны может собраться много теней, поэтому, чтобы отразить свет, я использовала так называемый светоотражатель. Это белая бумага в ламинации. Она здорово отражает свет, и фотография смотрится уже не такой темной. Также плафон мы не размещаем слишком близко к ногтям, потому что на многих моделей телефона фотография может быть слишком желтой, поэтому отдаляем плафон немного дальше. С применением макрообъективов мы можем делать небольшие видео, показывая качество нашего маникюра, покрытия или просто фотографии. Здесь я на примере показала, как мы можем сделать макрофотографию. Всегда делаем несколько фото с разным размещением объекта света, у того объекта, который вы фотографируете, чтобы получить разноплановые фото и выбрать лучшее из них. И вот такое предметное видео, предметное фото мы можем выполнять. Здесь я делала съемку под кольцевой лампой. Под такой лампой я часто делаю фотографии также маникюра после наших обучающих курсов. Если вы ведете ваш блог для мастеров, возможно, вы обучаете, у вас онлайн-курсы или живое обучение полезным будет снимать вот такие мастер-классы, особенно макросъемка, процессы маникюра, процессы покрытия, работа с дизайнами. Здесь я делала съемку также с объективами, и первый номер и второй применяла их в данной работе. Здесь макросъемка маникюра. Разнообразить свои работы можно с помощью воды. Вот видно на руках капельки воды, которые мы нанесли с помощью пульверизатора. Таким образом мы можем снимать завлекающее видео и сделать интересное фото. Если мы делаем фотографию с бликами, ищем тот самый ракурс, когда блики будут идеальными. Ноготь не может быть абсолютно идеальным с каждого ракурса, тем более если ногтевая пластина имеет нестандартную форму. Именно в таком положении, когда свободный край смотрит наверх, а камера смотрит под кутикулу, мы можем показать глубину покрытия, качество маникюра и качество покрытия. Когда мы делаем фото или видео ногтей без покрытия, мы тоже смотрим под кутикулу. Максимально глубоко камерой заходим наверх, чтобы показать качество нашего маникюра. Когда вы ищите правильный ракурс, всегда обращайте внимание на фон. И если он выходит не совсем привлекательным, меняйте положение камеры или добавляйте фотофоны. Например, непрезентабельный ракурс и более презентабельный ракурс. Фон более однотонный, так фотография смотрится красивее. Фотографии не должны быть тяжелыми, поэтому обращайте внимание на фон, на количество аксессуаров. Фон стараемся сделать максимально однотонным, количество аксессуаров минимальное, в стиле минимализма. Перед фотографией мы максимально очищаем ногти от пыли. Если кожа у клиента сухая, мы можем увлажнить кожу влажной салфеткой. Это обычная вода и безворсовая салфетка. Либо помыть руки под водой. Когда водичка высыхает, вы можете делать фото. И уже после фотографии наносить увлажняющие крема или масла на кожу, на кутикулу рук клиента. Следующее макро-видео сделано с помощью линзы номер один. Это та самая линза, которая немного размывает фон по периметру фотографии. Видим такой необычный эффект. Фотографии получаются красивые и с первой, и со второй линзой. Но фотографии с каждой линзой смотрятся абсолютно по-разному. Мне нравятся оба варианта. Тут мы смотрим прямо под кутику и ловим красивый блик. Если у клиента нет времени на фотографии, вы можете снять видео на однотоном фоне. И затем уже в свободное время с помощью скрина экрана сделать фото нужного кадра. Если во время постановки рук вам кажется, что пальцы клиента лежат неправильно, попросите клиента пальчики прижать как можно сильнее к ладошке и потом слегка их расслабить. Таким образом мы увидим, что пальцы, близко расположенные к ладошке, как бы лежат возле нее и намного красивее будут смотреться на фотографии. Когда вы используете референции, обращайте внимание не только на постановку фото и на аксессуары, но и на положение пальцев. Поэтому мы можем непосредственно через поиск приложения Pinterest найти постановку рук для маникюра и повторить такие же фотографии. И еще пример макро-видео, который мы можем поскринить и выбрать нужные кадры. На видео мы видим, что пальцы у клиента расслаблены. Если один из ногтей у нас спрятан под другим пальчиком, не нужно стараться его поднять, потому что пальцы в таком случае будут смотреться неестественно. Вот в естественном положении, в расслабленном, как пальчики легли, так мы и фотографируем, иначе фотография будет смотреться неживой. Здесь я снимала видео и по очереди фокусировалась на каждом из ногтей. Такое видео я могу использовать, например, для сториз или для постов, или сделать скрины, выбрав нужный палец. И еще одно макро-видео с ногтями. Видео следующего маникюра мы делали на фотофоне. Это фотофон под бетон на деревянной основе. Либо можно сделать такую же распечатку и использовать ватман с рисунком. Далее мы видим видео, которое снято в процессе маникюра, и опять видео с бликами. Тут мы смотрим прямо под кутикулу и показываем глубину маникюра. Видео с кошачьим глазом. Мы играем со светом, ищем тот самый кадр, где наиболее будет сиять наш гель-лак. На этом фото мы поставили камень в ручку клиента. И если вы обратите внимание, вы видите, что пальцы расслаблены. Мы обнимаем камень, но не зажимаем пальчики. Они смотрятся естественно. На этом видео тоже мы использовали фотофон под бетон, плюс ветка в качестве аксессуара. И далее опять маникюр с кошачьим глазом. Ловим самое необычное сияние и делаем фотографию. Следующие кадры сделаны уже на белом фоне. Это ватман. Здесь мы добавили аксессуар. Это караб. Мы разобрали видео ногтей, видео и фото маникюра. А теперь перейдем к предметной съемке. Тут важно правильно обработать фотографию и влить ее в свою ленту. Вспоминаем тему о визуале. Дальше я обрабатываю фотографию, убираю темные участки с помощью инструмента точечная коррекция. И делаем цветокоррекцию. Я немного добавляю яркости. Работаю с контрастностью, с насыщенностью. И делаю фотографию более резкой. Я могу прорабатывать отдельно одну часть рисунка. Мы уже работали в приложении Snapseed. Здесь я щетку сделала по структуре более выразительной. Дальше мы добавляем такую фотографию в контент офис. Я загружаю сразу несколько новых фотографий по предметной съемке. И смотрю, какая из них наиболее подойдет для следующего моего поста. Далее все те фотографии, которые я использовала, я буду применять в будущем. Своей ленте, буду публиковать их в инстаграм. Я сразу загружаю несколько предметных фото с пушером, с конфетти, с щеткой мы уже добавили. И они еще не обработаны. Я обработала только фотографию с щеткой. Но примерно по визуалу я буду смотреть, какая фотография сейчас войдет в мою ленту лучше. И по очереди я буду загружать на место следующего поста фотографии. Вот здесь я поставила фотографию с пушером. Напоминаю, если вы стараетесь планировать уже визуал более грамотно, не нужно удалять все свои предыдущие публикации. Каждый новый пользователь, который заходит на страницу, очень редко будет листать вашу ленту ниже и глубже смотреть, что же у вас находится дальше. Буквально вот верхние посты, они должны уже построены быть правильно. Это первые 6-9 постов. То есть все будущие посты, которые вы будете выгружать в свой аккаунт, планируйте уже более грамотно по визуалу. Как видите, я немного почистила приложение Content Office, а именно посты, которые загружены в него. Тут не более 30 постов мы можем планировать в бесплатной версии приложения. Далее уже как на шахматной доске я начинаю играть со всеми фотографиями, выстраивать визуал. Также вы загружаете свои фотографии работ, несколько личных фото, несколько фото макро, предметной съемки и играете с ними как с пазлами, пытаясь сочетать уже какую-то более правильную картинку. О правилах визуала мы говорили на предыдущем уроке. Рекомендую вам потренироваться и если вы ранее не делали похожие предметные фото, сделать несколько предметных фото по моему примеру. На момент работы в Content Office моя последняя публикация это фотография молочного маникюра с поталью. Вот сейчас я ставлю за ней сразу фотографию с тремя фрезами для снятия. Мне не совсем понравилось как выглядит фото, я возвращаю фотографию с апельсиновыми палочками и понимаю, что наиболее удачно смотрелась фотография с пушером. Именно ее я немного отредактирую по цветокоррекции, немного изменю в Snapseed и буду применять в следующей публикации. Итак, загружаем фотографию в приложение Snapseed. В первую очередь регулируем теплоту и баланс белого. Можно добавить розовинки, чтобы фотография не отдавалась синевой, желтизной и уменьшить теплоту. Но теплоту не слишком убираем, потому что фотография будет совсем холодная с синим оттенком. Просто убираем все лишние желтые оттенки. Можно добавить насыщенности, сделать фотографию немного более контрастной. Опять же, не перестарайтесь. С помощью точечной коррекции мы можем в углах убрать тень, если она нам мешает, и фон сделать более плавным. Я размываю, растушевываю фон с помощью инструмента структура. Это точечная коррекция, когда мы отдельную область по структуре делаем более сглаженную. На экране я показала разницу. Слева фотография до, она более желтая, не контрастная. А справа фотография после. Мне ее оттенок нравится намного больше. Она более светлая. Есть эффект небольшой розовинки, оттенок в целом более холодный. Фотография более яркая, более сглаженный фон и более насыщенные цвета конфетти вокруг нашего пушера. Только что мы видели конечный результат, но фотографию я обрабатывала не только в приложении Snapseed. Еще в настройках фотографии через фотопленку, это стандартные настройки телефона, мы немного подкорректировали. Я сделала чуть более четкой фотографии, добавила еще больше резкости и тона также поменяла. Немного настройки Snapseed и настройки в фотопленке отличаются. Иногда я еще дорабатываю. Либо это проще сделать, или быстрее в некоторых ситуациях. Дальше в приложении PixArt я добавляю логотип. Мы можем просто текстом прописать название нашего аккаунта, добавить прозрачности. И вливаем его таким образом на фотографию, чтобы логотип сочетался и был практически незаметным. Только при увеличении, если присмотримся, мы увидим логотип. Логотип или водный знак. Здесь я прописала имя аккаунта, поэтому мы можем называть это водным знаком. Ну и в качестве бонуса покажу, как сделать вовлекающее видео. Я вырезаю отрезок видео. Здесь я делала запись экрана, когда фотографировала пушер. В настройках сетки камеры есть звук фотографии, когда мы делаем щелчок камерой. Вот такое видео небольшое я вырезаю. Длительность всего лишь несколько секунд. И далее с помощью приложения Canva мы работали на предыдущих уроках с этим приложением. Выбираем уже готовый шаблон и загружаем свое видео в рамку телефона. Загружаем, делаем замену. Далее мы будем менять еще текст. Я редактирую текст, делаю небольшую афишу курса Nail Photo. И такое видео я смогу загрузить и в истории, и в пост, который я буду позже публиковать в ленте. Если у вас нет функции записи экрана, вы можете использовать специальное приложение для записи экрана или любое другое видео вставить на такой шаблон. Если вы будете пробовать повторить, сделать такой же макет видео, и у вас возникнут вопросы или сложности, пишите мне в директ. Я каждому из вас с радостью помогу и подскажу. На этом курс завершается. И напомню о том, как получить сертификат. Чтобы получить сертификат, необходимо сделать фотографию конспекта. Сертификат можете получить уже после просмотра последней части, данной части курса. Написать в директ небольшое впечатление о курсе, буквально несколько слов. Мы будем очень благодарны за вашу обратную связь. Подробная инструкция о том, как именно получить сертификат, есть в последнем уроке. В контенте последнего урока данного курса необходимо написать в профиль магазина eblowastor свое имя, фамилию для сертификата и название курса. Вам в течение дня отправят сертификат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...